Мир вам, братья и сестры! Сегодня мы вспоминаем страдания Иисуса Христа, и каждый раз мы стараемся говорить о значении Вечери Господней. И также сегодня мы будем говорить об этом значении. Христос поручил Своим ученикам регулярно участвовать в Вечере Господней, вспоминать Его крестный подвиг за всех искупленных им Божьих детей. И это Его повеление, а значит, раз Его повеление, это значит, оно важно для нашей духовной жизни. Я напомню о том, что мы уже раньше с вами рассматривали уже значение Вечеря Господней. Вечеря Господня – это заповедь, данная нам, чтобы мы ее совершали регулярно. То есть это не просто пожелание, а это Его заповедь. Вечеря Господня – это воспоминание страданий Христа. В Луки 22,19 написано «И взял хлеб и, благодарив, преломил и подал им, говоря, это есть тело мое, которое за вас предается. Это творите в мое воспоминание». Вот это слово «творите» в этом тексте говорит о регулярном участии в Вечере Господней. Поэтому мы и вспоминаем Вечерю Господню, вернее, точнее, страдания Христа минимум раз в месяц, потому что это напоминание о великом подвиге нашего искупления. Следующее. Вечеря Господня и Крещение – это два видимых обряда, которые были даны Церкви для их совершения. Всего два обряда было дано нам. И один, и другой указывают на наше единство со Христом. Вечеря Господня – это напоминание о Пасхе. Мы говорили об этом, помните, подробно, и даже иллюстрации много было в одной из проповедей. Это напоминание о Пасхе Христа, то есть об избавлении верующих людей от смерти через пролитую им кровь. Точно так же, как еврейский народ был избавлен кровью агнцев из Египта. Христос – наше избавление, наше спасение. Благодаря Ему мы спасены. Так же мы говорили, что Вечеря Господня – это напоминание о Новом Завете, который Христос заключил с нами посредством Своей крови. Здесь же в Луки, 22 глава, 20 стих, Он сказал, Христос, «Так же и чашу после вечера, говоря, эта чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается». Он, помните, в Пасхальный вечер это именно делает. И в этот Пасхальный вечер, когда все евреи вспоминали Пасху, их выход из Египта, Он устанавливает Завет, уже Новый Завет, на основании пролития своей крови, а не пролития крови жертвенных агнцев. Этот Завет предусматривает качественно новые отношения через Христа между Богом и всеми верующими. Мы также говорили, что Вечеря Господня – это время проверки взаимоотношений с Богом и людьми. Поэтому к Вечере Господней необходимо готовиться. То есть мы должны проверять свое сердце. И написано в 1 Коринфянам 11, 28 «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой». Вкушая хлеб и вино, мы провозглашаем Христа Господом. Это Вечеря Господня. Мы также говорили об этом. Мы осознаем, что мы в Завете с Ним. Выше Его никого нет во всей вселенной. Он живет в нас, и Он представляет нас перед Богом. Вечеря Господня – это один из способов поклонения Христу. Это не только воспоминание, это глубокое сердечное преклонение перед фактом того, что Господь Иисус Христос умер за мои грехи. Он сделал все, чтобы я был спасен. Через Него Он – мое упование, Он – моя надежда, Он – основа моей жизни, Он – мой мир. В Нем я нахожу покой и мир для Своей души. Сегодня мы будем говорить о следующем значении, о Вечере как способе нашего общения и единения с нашим Спасителем и с Церковью. Вечеря Господня – это средство общения с Христом и Его Церковью. Христос оставил нам заповедь для совершения Вечерей Господней как одно из средств общения с искупленными им братьями и сестрами. Это особенно актуально сегодня, когда физически мы не можем быть все вместе, мы удалены друг от друга. И, конечно, мы знаем, что в обыкновенных условиях мы собираемся в воскресный день, мы совершаем Вечерю все вместе. Видите, если бы кто-то вам сказал три месяца назад, что во всем мире будут закрыты рестораны, бизнесы, будут поставлены на карантин все государства, люди катастрофически будут терять работу, наверное, над вами просто посмеялись. Но сегодня это наша явь. Это исключительные условия. И в исключительных условиях принимаются непривычные способы участия Вечерей Господней. Например, больные. Больные, которые годами лежат в постели, и они не могут физически присутствовать на собраниях, но не участвуют в Вечере дома. И они тоже, как и все остальные, являются соучастниками этого воспоминания, хотя они не вместе не собраны. И мы, кстати, не знаем, как долго будет продолжаться этот карантин. Может быть, месяц, может быть, два, может быть, три, может быть, полгода. Мы не знаем. И слава Богу, что у нас есть такая вот форма участия Вечерей Господней по интернету, где члены церкви соучаствуют друг к другу. Я уже получил от нескольких пастырей с разных штатов, и в том числе и здесь, с Шарлотта, о том, что они именно переходят на такую форму участия Вечерей Господней, которую сегодня мы избрали. Для того, чтобы все могли участвовать по интернету там, на месте, где находятся. То есть, хотя мы и разделены физически, но тем не менее мы соединены в духе. Есть еще другая причина. Некоторые члены церкви могут быть заражены этим вирусом, и их посещение становится также невозможным, для того, чтобы не принести, как говорится, беды для других. Иногда отдаленные верующие, особенно на просторах нашей бывшей Родины, они даже не имели церкви. Это были отдельные семьи. Некоторые даже семьи, маленькие группки не имели братьев, и Вечерю преподавали сестры. Было и такое. Во время сталинских гонений церкви были закрыты. Люди тайно участвовали по своим домам. Дома, в семьях они участвовали. Были случаи в истории церкви, когда христиане сидели годами и даже десятилетиями в тюрьмах. У них было желание воспоминать страдания Христа. Для этого они тоже применяли исключительные способы для такого участия. Я слышал, как они использовали сухари, компот, а иногда просто воду вместо вина или виноградного сока. Известный румынский протестантский священник Ричард Вурмбранд провел в заключении 14 лет. Из них некоторые говорят два года, некоторые говорят три года в одиночном заключении. Представьте себе, три года в одиночном заключении. Он не видел никого, кроме охранника. Его постоянно выводили и пытали, пытали ножами и раскаленным железом. Ему тоже хотелось участвовать в Вечере Господней. И когда он, он описывает о том, что когда он находился в одиночной камере, он участвовал в Вечере Господней с другими, такими же, как он, путем перестукивания через стены. Это было духовное участие. Они стучали друг друга и духовно участили в Вечере Господней. Вот что писала из его воспоминаний об этом времени Вера Кашнир, когда они жаждали этого общения и когда они участвовали духовно, хотя они не имели даже физических символов. Сидя один в грязной, полной крыс-камере, в нескольких сантиметрах от безумия и смерти, этот измученный пытками человек поднял свой взор к небу и окровавленными в синих потеках губами умолял Бога проговорить к нему. И Бог ответил, но не словами, а полными отчаяния душераздирающими воплями оставленного на кресте Мессии. В своей тяжкой скорби в XX веке за железным занавесом мученик за Христа услышал эти вопли оставленного измученного Иисуса. Страдающий Христос был утешением в тюрьме для этого священника, хотя Он не имел прямого общения с Церковью, когда Он мужество переносил эти избиения и пытки. Мы должны помнить, что Церковь Христа – это не здание, братья и сестры, это люди. Церковь Христа – это люди. Хотя мы не имеем сегодня прямого общения друг с другом, но оно совершается в Духе, в Духе и истине, если мы действительно имеем правильное отношение с Господом. И мы соединены не только сегодня интернета, мы соединены Духом Святым, потому что это стало возможным благодаря жертве Иисуса Христа. Первоапостольская Церковь вообще не имела зданий. Первые три века верующие собирались по домам. История говорит о том, что зданий как таковых не было. За несколько лет Церковь в Иерусалиме выросла до нескольких десятков тысяч человек. Не было такого здания и не было такого где-то холода для того, чтобы они могли встретиться. Поэтому христиане участвовали по домам в различных мини-служениях. Но это была одна Церковь. Деяние апостолов 2.42 написано об этом. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Посмотрите, о чем говорит здесь текст. Текст говорит о постоянстве. Текст говорит о сплоченности первых христиан, хотя они не могли долгое время быть вместе. Поэтому они постоянно практиковали общение. Оно выражалось в четырех аспектах. Посмотрите, они пребывали в учении апостолов, то есть в изучении учения Христа, которое передали им апостолы. Они имели общение, то есть совместные встречи. Они участвовали в преломлении хлеба, то есть в воспоминании жертвы Христа и молитвах. Воспоминание страданий Христа, вы видите, здесь было важной и составляющей частью их служения. Если бы у них тогда была такая возможность, как у нас сегодня, хотя бы иногда транслировать служение для всей Церкви Иерусалимской, они бы с удовольствием этим воспользовались, я думаю. Самое главное в Вечере Господней – это не физическое присутствие. Самое главное – это внутреннее состояние нашего сердца. Можно физически присутствовать на служении, но духовно не разделять общение с другими братьями и сестрами. Помните Иуда – предатель? Он же тоже вначале был на Вечере, да? Он тоже вместе сидел, и Христос даже подал ему кусок, хотя он еще завета не заключал, Иуда не был частью завета. Но мысленно Иуда где был? Иуда мысленно был уже во дворе у первосвященника, у тех, которые ему заплатили деньги. И туда же он и поспешил, сразу оставив их. Лука отмечает, что первые христиане были дружными, они были общительными. Иоанне Апостолов 2, 46. И каждый день, представьте себе, они каждый день единодушно пребывали в храме и преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца. Посмотрите, какие характеристики были у них. Единодушие, сплоченность, простота, радость, веселье и простоте сердца. Это то, что наполняло их сердца, это то, что сближало их. Самое главное, на что обращает внимание Лука, который написал книгу «Деяния апостолов», их доброе расположение друг к другу. Мы понимаем, что добрыми, любящими они стали, потому что Дух Святой изменил их сердца. Ведь помните, среди уверовавших были и некогда противники. Там же в 6 главе 7 стих написано, что из священников многие покорились вере. Слово, которое указывает на единодушие, в первых книгах встречается несколько раз. Посмотрите, 1 глава 14 стих. «Все они единодушно пребывали в молитве и молении». Во 2 главе написано «При наступлении Дня Пьесятницы все они были единодушно вместе». Во 2 главе 46 стих написано «И каждый день единодушно пребывали в храме». Когда апостолы вернулись и нести недри вода, где им официально запретили проповедовать о Христе, и они рассказали об этом церкви, церковь ответила на это единодушной молитвой. 4 глава 24 стих. «Они же, выслушав единодушно, возвысили голос к Богу и сказали «Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море, и все, что в них». В 5 главе 12 стих также говорится о их единодушии. «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения, чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломонова». Кроме того, христиане были настолько расположены друг к другу, что они охотно делились своими накоплениями с теми, кто нуждался в этом. 4 глава 32 стих. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». Дух Святой ввел в Церковь Христа разных людей, разных по социальному положению, разных по имущественному положению. Теперь они чувствовали себя единой семьей. Вы знаете, что чувство собственности – это одно из самых сильных чувств, которые имеет человек. Оно проявляется у детей. Они сразу говорят «это мое». А взрослые, когда мы взрослеем, мы хотим, что моего было побольше. Чем мы отличаемся от детей? И, как правило, с возрастом это чувство собственности усиливается. Оно защищено, кстати, в десяти заповедях, несколько раз защищено. Но взрослые обычно стараются каким-то образом, знаете, все равно скопить побольше, чувствуя себя в этом уверенность какую-то. Но это произошло чудо. Евреи, которые годами собирали какие-то средства, вдруг радостно делятся в простоте сердца с другими своими сбережениями. Это совершенно другие люди были. Но когда мы смотрим в Коринф, то там царились совершенно другие настроения. Там было много разделений. Церковь в Коринфе имела много проблем, и одной из их проблем было неправильное отношение к Вечере Господней. Вследствие их проблем родилось первое послание к Коринфянам. Довольно длинное послание, где излагаются многие духовные принципы для нас. Там было много разных группировок. Они доказывали друг другу о том, что они духовнее других. Их, несмотря на то, что церковь в Иерусалиме была в десятки или сотни раз больше, чем в Коринфе, но там были все единодушно вместе, а в Коринфе одни превозносились над другими, доказывали что-то друг другу, а потом приходили на вечерю, как будто ничего не произошло, как будто так и ничего не бывало. Павел объясняет им суть Вечеря Господней. Он объясняет несколько значений, и одним из этих значений, как мы сказали, это Вечеря Господней является средством общения друг с другом и с нашим Господом Иисусом Христом. Это выражение нашего также единства со Христом и друг с другом. Это не только средство общения, это средство единения со Христом и Его Церковью. В центре Вечери должен быть Христос. Понимание Его жертвы, понимание Его крестных страданий. И вот это понимание, оно сближает людей. Оно сближает, а не разделяет. Если у христианина будут правильные отношения со Христом, то ему легко иметь правильные отношения с другими членами Церкви. Каждое участие в Вечере Господней напоминает нам, что Бог имеет с нами близкие отношения, и Он будет иметь их в Своем Царстве. Посмотрите, Иоанна 14 глава, 21 стих. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим. И Я явлюсь Ему Сам. Иуда, не Искариот, говорит Ему, «Господи, что это Ты хочешь явить Себя нам, а не миру?» Иисус сказал Ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его. И мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Вот это слово «обитель» означает пребывание, остановка, обитель, жилище. Оно говорит о постоянном совместном общении, о совместном проживании, а не просто посещении. Пришел и ушел. Бог не приходит к нам в гости. Он поселяется в нашей душе раз и навсегда. Этот призыв подразумевает и наш отклик, нашу ответственность за нашу жизнь, за наше поведение, и наше раскаяние в случае тогда, когда эти отношения с Богом нарушаются. Откровение 3 глава 20 стих говорит об этом. «Вот стою у двери и стучу, если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к Нему и буду вечерить с Ним, и Он со Мною». Кто услышит, кто восстановит эти отношения, Он войдет и будет вечерить. Вечерить – общаться, в близком общении быть. Можно слушать проповеди, читать Писание, молиться, но при этом не иметь близких отношений со Христом, в том числе и с другими братьями и сестрами. Здесь Христос говорит, кто услышит этот призыв, поймет, насколько духовнее выше земного, откроет свое сердце для близких отношений, тот будет наслаждаться Богом, будет наслаждаться вот этим общением с Ним. Именно Христос является источником той силы, которая соединяет нас с Богом и другими христианами. 1 Иоанна 1,3 написано об этом, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. Цель Евангелия – соединить нас с Богом через Иисуса Христа и соединить нас с другими верующими, такими же возрожденными. Но это было невозможно сделать без жертвы Иисуса Христа. Невозможно было сказать, давайте соберемся просто вместе. Это стало возможным только благодаря жертве Христа. Даже здесь, где нас, вот здесь в здании, находится совершенно несколько человек, мы имеем разные национальности. Мы с разных мест вышли. Но Бог соединил нас. Когда же мы наслаждаемся общением со Христом, мы стремимся иметь такое общение с другими христианами. Вечеря Господня – это результат того, что мы уже имеем единство с Богом. Это публичное провозглашение нашей принадлежности Христу и Его Церкви. То есть, сама вечеря, она не объединяет нас, братья и сестры. Мы должны уже иметь это объединение, единство с Богом. Вечеря – это провозглашение этого единства, которое мы уже имеем. 1 Иоанна 5, 10 написано, «Верующий в Сына Божий имеет свидетельство в себе самом». Свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную. И это жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божий имеет жизнь. Он уже имеет эту жизнь внутри себя. Не имеющий Сына Божий не имеет этой жизни. Христос – источник настоящей духовной жизни. Он дает нам уверенность в вечной жизни. Он является гарантом этой жизни. Те христиане, которые имеют эту жизнь, они по-другому мыслят, они по-другому поступают, они живут совсем по-другому. Потому что их внутренность поменял Христос. И наоборот, мертвый дух не может иметь общение с живым духом, который возрожден от Бога. Поэтому, если мы имеем общение с Христом, то мы имеем общение друг с другом. 1 Иоанна 1, 7. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». То есть, наше личное стремление к святости и чистоте, оно влияет на наши отношения друг с другом. Если мы в личной жизни, каждый по отдельности, будем удаляться от греха и нечистоты, то это сближает нас. И тогда, когда мы собираемся для участия в вечере Господней, мы провозглашаем это единство во Христе. Наши души и наши отношения друг с другом, они очищаются кровью Христа от тех грехов, которые нас разъединяют. Мы должны помнить, что все мы искупленные христианам, мы члены одной большой семьи под названием Церковь. И это не только наша поместная Церковь, это вообще вся Церковь всех веков, всех времен на всем земном шаре. 1 Коринфянам 12, 13 написано, «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело. Иудеи, елены, можно сюда добавить, румыны, турки, украинцы, русские, итальянцы, американцы и многие другие. Рабы или свободные, все напоены одним Духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Но теперь членов много, а тело одно. И вы тело Христово, а порознь члены. Хотя даже мы порознь где-то находимся, но мы члены, мы члены одного тела Церкви Христовой. Участие в вечере Господне указывает на наше приобщение к Христу и к Его Церкви. О том, что мы являемся частью этой Церкви. 1 Коринфянам 10, 16. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение к крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Вот это слово приобщение, греческое слово кайнония, это содружество, сообщество, соучастие, общение, взаимоотношение, или же по-английски communion. Чаша благословения, это чаша, которую выпивали во время последней, последней вот Пасхи, во время совершения Пасхи. Ее, как правило, передавал самый почетный гость или член семьи. Христос, благословляя эту чашу, он заключил со всеми учениками и нами, в том числе, новый завет своей крови. Эта чаша символизирует искупительный труд Христа для всех верующих, для всех поколений. Позднее члены церкви понимали, что они имеют величайшее благословение во Христе, поэтому вечеря для них была торжеством Божьей благодати. Каждый участник понимал, что, принимая эту чашу, он приобщается к подвигу Христа. Он становится частью его страданий, он становится частью его распятия, поэтому Павел говорит, я сораспялся Христу. Он становится участниками его жизни, его смерти и его воскресения. Вот поэтому мы призваны, в первую очередь, в общение со Христом. 1 Коринфянамо 9 написано, «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». Мы призваны в общение Сына, а Сын уже дает нам возможность для того, чтобы мы в Его теле, теле Христа, имели общение друг с другом, чтобы мы приобщились друг к другу. Приобщаться – это значит иметь что-то общее, сотрудничать, соучаствовать с кем-либо в каком-либо деле или обществе. Каждый участник вечери приобщался, в первую очередь, ко Христу, а уже потом к другим членам Церкви. Своим участием мы выражаем свою поддержку другим. Мы говорим, я часть тела Христова, и ты тоже. Мы все частью являемся членами этого тела Христова. Мы все маленькие частички. Здесь нужно еще раз напомнить важную деталь. Не может быть настоящего приобщения к другим членам Церкви, если нет духовного приобщения ко Христу. Он – глава тела. Он – источник настоящей духовной близости. Вот всех этих отдельных членов Церкви – это Он соединяет их. В 1 Коринфянам 10, 17 написано «Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Братья и сестры, это не только один хлеб в Церкви. Это тот духовный хлеб, который приобщается все во Христе, во всем мире. Слово «причащаться» – это участвовать, принимать участие, иметь долю, быть сопричастными. Если мы находимся в общении со Христом, мы едины друг с другом. И через участие в вечере мы входим в общение со Христом, мы входим в общение друг с другом, мы все осознаем, мы прощенные грешники, но мы прощены им, и мы все у подножия Христа находим вот этот покой и мир. Он объединяет нас. Как только кто-то из нас отводит взор от креста и начинает смотреть на брата или сестру, это сразу же разъединяет нас. Здесь Павел использует такие слова, которые говорят о единстве Церкви Божьей. Он говорит «один хлеб, и мы многие одно тело, и все причащаемся от одного хлеба». Вот это слово «много» – это многочисленный, большой, долгий, великий, как существительное, оно переводится как «множество». Это слово говорит о великом множестве христиан. Мы все составляем множество христиан, одну церковь, а хлеб один и тело одно. Даже если мы находимся на разных континентах, не то что в одном городе, на разных континентах и в разное время. Это тело Христа включает все миллиарды христиан, не только нашу поместную церковь. Все участвующие в вечере Господне, они приобщаются от одного хлеба, хотя и находятся в разных местах. Христос есть истинный хлеб для нашей духовной жизни. Он об этом говорил в Евангелии Иоанна. Его кровь соединила нас в единое целое. Слово «един», единый, которое здесь использует апостол Павел, это то же самое слово, которое Христос использовал 17 раз в своей первосвященнической молитве в 17 главе Евангелия Иоанна. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, то есть во Христе, в Боге, в Духе Святом. Да уверует мир, что Ты послал меня, и славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едины». Жертва Христа – это источник нашего общения и единения со Христом и со всеми христианами. Почему же Павел так много коринфянам говорит о единстве о Христе? Потому что верующие в Коринфе, они были духовными младенцами. Они имели много разных группировок, и вместо того, чтобы объединяться вокруг Христа, и Евангелия, они наоборот, они делились на какие-то группировки. Поэтому Павел вынужден был им напоминать Евангелие. Самые простые основы. В 15 главе он пишет об этом. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы уже и приняли, в котором утвердились, верующие люди, которым и спасаетесь, если преподанно удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и Сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию». Братья и сестры, точно так же, как верующим в Коринфе, необходимо было напоминание Евангелия о том, что мы грешники, грешники, которых спас и искупил Иисус Христос через свою жертву, через свои страдания. Точно так же и тогда, и сегодня необходимо это напоминание. И как хочется, братья и сестры, чтобы вот это напоминание, оно соединило нас сегодня. Участие в вечере Господней, оно объединило нас. Хотя мы и физически сегодня не имеем возможности быть вместе, нам так хочется это. Я думаю, мы больше будем дорожить этим, когда придет то время, когда мы соберемся вместе и будем праздновать вот это торжество Божие. Мы больше будем, возможно, ценить и каждым днем нашего совместной встречи. Давайте же будем поклоняться Христу сегодня через наше участие в воспоминаниях Его страданий за церковь, которая Его стела. Аминь. Помолимся. Продолжение следует...